Мне интересно. Один вопрос задам. Это очень глобальный. Вот Зеленский сможет теперь управлять Украиной? Это такой сложный вопрос. Украиной управляют все, кроме самих украинцев. А сейчас ты говоришь, что Украина там нормально. Украина сейчас в очень тяжелом ситуации. Очень-очень. Вот мировой рейтинг. Украина 126-й сейчас. Самый-самый бедный страна. А в самом деле в Украине богатства много. Очень много. Река есть, электричество бесплатно, уголь есть, бревно есть, лезь есть. Что ты хочешь еще? Надо, надо, надо. Такой человек надо, чтобы поднимать. Наоборот, вниз. Нет, это очень глобальная тема. Вот внешний дом Украины вообще там, блин, если вот каждому человеку там разделить, каждый человек 700 долларов надо платить. Вот, например, ты сможешь 700 долларов в государство дать? Ну, да, да, да. Ну, извини за выражение. Да. Это очень глобальная тема. Вот мы так живем. Вот наши, наши предки. Как они будут жить? Ты думай, вот хоть Зеленский, хоть Порошенко, хоть Лукашенко, как его, блядь? Женщина есть, блядь. А, Юлька. Тимошенко. Блядь, почему так? Вот мы братский народ. Я из Казахстана. Я не дурак. Мы братский народ. Вот, вот в 9 мая здесь мы в отеле были. И украинцы там много были. Говорят, с праздником. Украинцы говорят, это не наш праздник. Пошел нахуй. Да, не, не. Я такого не говорю. Почему? У нас тоже празднуют это. Я не знаю, что это не празднуют. Конечно. Это же совместная победа. Советский Союз мы должны это праздновать. Нет, я к этому нормально отношусь. Я... Вот, на страну смотри, вот 10 лет назад, как тебя зовут? Валера. С какого года? В 88-й. А, уже ты младший, я 86-й. Ага. 9 лет назад здесь украинцы, блядь, так отдыхали. В каждый отеле заходишь, там, блядь, полно украинцев. Сейчас, сам, видишь, ты работаешь. Уже ли это уже... Уже мировой рейтинг уже показал, да? Только здесь, только минимум. Сотрудники здесь, с персоналом, минимум там 100 человек работают. Думай с головой. Уже минус, уже это минус. Твои люди работают. Мы там учились здесь. Я сам скульптор, я занимаюсь. Но я после учебы здесь остался. Вижу уже, как-то уже провели. Вот, со стороны санатрыл, это меня очень волнует, блин. Вот сейчас, в данный момент, я думаю, вот Зелинский сможет. У нее профессия какая? Средняя, высшая? Ну, я скажу так. Люди такой самый вопрос задают. Но они все-таки надеются, что хоть что-то поменяется. Люди больше голосовали не за Зеленского, как против Порошенко. Против Порошенко. Но Порошенко, это единоглазно, он не может. Потому что, вот, например, тебе государство дал, тебе власть дал, тебе все дал. А он уже, вот человек, два пути есть. Когда денег нет, он упадет. А когда денег есть, вот надо, себе надо держать. А когда денег есть, да хуя, они уже забыли бедных людей. Они уже, Лондон, Париж, там, блин, Египет, Малайзия, там тусовали. А люди и здесь пахают. Они должны Украину надо пахать. Вот, госбуджет, там, миллиард должен. Ну, как смотришь, не знаю, но братский народ, хоть и украинцы, а с Казахстана. Я братом считаю, потому что мы Советский Союз. Вот в России они врагом стали. Почему? Потому что Путин видел, да, он, блин, хоть они по-любому, американцы, блядь, владеют там, блядь, акционеры, там, от 199 процентов. Вот тебя в Крым забирают. А если умный человек, вот, бывший президент, как я это сейчас звонил? Янукович. Янукович, когда был в России, как отношения были? Ну да, да. Не, не так, вот так был. Да. А сейчас как? Блядь, в отеле я вот, они вот недавно поделились, блядь, русские украинцы и здесь. Русские, блядь, ушатали, блядь, пять штук, блядь, украинцы. Чуть не убили нас. Егор, зачем это надо? Украинцы говорят, в России он, блядь, такой жулики, там, они воровали там и Крым взяли. Это не наш, мы надо обниматься друг другу. Мы люди просто так, они управляют нас. Да, да, да. Мы, братцы, мы с тобой работаем, надо. Год пахаем, здесь не, блядь, отдыхаем, это нам платит. Они, блядь, наоборот, блядь, год отдыхаем здесь не работает. Не так должен быть. Вот, блядь, Путину не знаю, блядь. Они говорят, Путин такой, эй, мы сами сделали. Вот, ты сосед, у нас подходит, подходит, если, блядь, как это, блядь, скажем, я не знаю, но самый лучший человек, это твой сосед, не родственник, потому что родственник там год один раз переезжает, уезжает. Вот сосед, ты каждый день видишь, здороваешься там, что-нибудь отдаешь, берешь. А, блядь, ну, Россия, мы, они так врагом стали, как будто, блядь, ихняя мама, он думает. Мы, как оружие их, знаешь, ихнее оружие. Нам надо, что надо, обниматься друг к другу. Хоть украин, мы брать, я говорю, хоть ты украинец, хоть я россиянин, хоть ты, блядь, с Казахстана, мы братский народ. Наши предки так видели, правильно? А сейчас мы, блядь, врагом станем, это не пойдет. Вот Украина, блядь, мне так-так. Раньше, как было, сейчас я со стороны смотрю, очень тяжеловато. В отеле, в каждом отеле минимум 20-40 человек работали. А 10 лет назад здесь, как же в отеле, 120-140, там, 200 человек отдыхали. Она сейчас работает, я говорю, а уже видно со стороны, как Украина там, чуть-чуть стало, блядь. Братский народ надо, Россию, друг другу надо понимать. Мы это понимаем, вот. Женка, здравствуйте. Здравствуйте. Как отдыхаете? Как настроение? Отлично. Ну, дай Бог вам здоровья, отдыхайте, конечно. И так, и так, умрем, но надо чуть красиво умереть. Работать, ну, с семьями отдыхайте, так же. Мы тоже туниры сделаем, продаем, сами здесь. Я учился, здесь учебы, здесь остался. Сами сделаем, сами продаем. Украинцы много в отеле работящих. Много работают, много. Ну, мы же взрослые люди, которые работают, это нормально. Которые интимными услугами работают, это мне очень подражает. Они не люди, они туда приехали работать. Не так они. Они в другом сфере. Интимные услуги. Сейчас в Анталии, какой есть, тут сети, там одни из украинцев. Вызов делаешь, они сами придут. Смотришь, откуда Украина. Такие там молодые, 17, 20, 21, 22. Но, хоть ты христианин, я мусульманин, мне так-то очень-очень с душа побольно. Братский народ, зачем это? Интимные услуги, это уже не очень. Да, это не скоти, по-моему. Это уже, поэтому говорю, я этого не хотел сказать. Но сейчас уже много, уже каждый год с ним это много-много. Вот в прошлом году, там, в Анталии живем, в Анталии так мало. А сейчас, вот я две-ташки жил, в нашем подействии, знаешь, сколько там, минимум 20 квартир для украинцев. Все девочки, все девочки. Смотришь, так и юг поливай, тут вечером уходит. Сад, 4 часа под утром приходит. Я говорю, зачем так? Ты что, не можешь там работать, нормально работать? Много нормально работать? Вот, например, нянька можно работать, пожилые там, дедушку, бабушку можно смотреть. Это тоже 500 баксов получают. А зачем мне это? Это тебе совесть есть? Говорят, это нормально, мы здесь год работаем, потом уезжаем. Это уже... Например, я с Казахстана, если я казаки вижу так сделать, я клянусь Аллахом меня, блин, вот здесь возьму с горного. Так я накажу ее жестко. Украинцы, говорю, так не пойдет, но братский народ. Хоть и украинцы, я с Казахстана, с Казахстана, мы не их захожу. Братский народ? Да, да. Так и позвали, не надо, это уже глобальная тема. Казахстан Продолжение следует...